приветствую всех на канале свт зовут меня ян сегодня нам привезли диски от мотороллера и нам надо снять старое лаковое покрытие загрунтовать их и покрасить заново я покажу как это делается смотрите наслаждайтесь ну вот наши диски на покраску он хочет их покрасить ярко-оранжевый цвет и видно что эти диски были крашены уже с какого-то баллончика и краска очень ненадежная и нам надо ее всю снять и снимать это вручную шкуркой не очень долго поэтому мы будем использовать смывку краски фирмы релак и прежде чем наносить смывку я всегда советую взять какую-нибудь грубую шкурку типа просто слегка зацарапить сама глянцевое покрытие чтобы сама смывка могла проникнуть как можно глубже до металла ну после того как все зацарапали нужно взять кисть и очень обильно таким толстым сутру 2 нанести на всю поверхность во все уголки и щели чтобы потом легче было все оттуда удалить эту краску чтобы кислота работала сама за вас главное это хороший смачный толстый слой ну и после того как вы нанесете надо на минут десять-пятнадцать наверно оставить посмотреть что будет происходить ну вот после того как прошло минут десять-пятнадцать видно что краска начала уже сворачивается и обычно в таком момента беру старый скотч брайт если где-то остался и начинаю снимать всю краску можно лишь и появляется уже алюминий главное всегда используйте очки и перчатки потому что это очень редкая страшная штука даже на коже если выпадает очень сильно жжет и вот сейчас это все сделаю покажу вам еще раз ну вот то же самое я проделал с литым диском оригинальный диск был веншин был поврежден покрытие вроде когда-то перекрашивалось ну если вы собираетесь это делать еще раз используете кислоту что потом вот так вот красиво сходит и так же вот самые крупные места обычно вот эти но если вы используете кислоту то тоже легко все слазит если потом использую щёточку по металлу то легко все можно там зачистить ну тут видно что сошло только до грунта поэтому следующее что если вам потребуется еще раз зацарапать поверхность грунта и наложить второй раз кислот и наложить второй раз саму кислоту накладывать ее надо ровно столько раз сколько требуется пока мы не достигнем идеальной ровной и чистой поверхности под покраску грунтом ну вот так вот выглядит наш диск от мопена осталось его еще пройти 320 шкуркой хорошо удалить всякие вот эти вот места где осталась краска я думаю вентиль подачи воздуха мы отрежем чтобы хорошо все прогрунтовалась и заматываем все скотч брайтом красным и будем покрывать эпоксидным грунтом тех местах где трудно привлечь шкуркой я использую щетку по металлу а вот я некоторую часть уже очистил потом будет чуть посветлее покажу еще раз ну вот как выглядят наши диски после того как мы их прошли я прошел 100 150 где требовалось прошел вот такой насадкой на дрель и более узкой насадкой я прошел все те места где трудно было добраться еще осталось продуть и прежде чем продолжить я хотел бы сразу сказать что самое главное конечно в покраске это лицевая часть дисков но почему следует снимать резину потому что иногда когда вы ее снимите в некоторых местах может проявиться оксидация которая проникла под грунт проникая с этой стороны видно такой пузырь и если он проникает дальше то есть возможность что колесо после покраски если вы это не устраните может спускать воздух поэтому ваше колесо ваш диск должен выглядеть вот так вот здесь вот у нас было место коррозии ну вот можно видеть и вот надо зачищать полностью вообще внутренние части очень тщательно и тоже их все прогрунтовывать грунтом для того чтобы обеспечить надежность сохранения воздуха в камере так скажем сейчас мы еще раз раскурим их обработаем красным скотч брайт и обезжирями я думаю можно будет приступать грунтование также следует следить за внутренней частью вентилей да потому что если посмотреть то вообще находится очень много всякой таки это какой-то силикон это старая краска то есть вентиля тоже всегда надо зачищать чистого состояния с обоих сторон еще сразу хотел добавить что если на дисках имеются какие-нибудь очень большие дефекты царапины или какие-нибудь вот сколы очень значительные их можно перед грунтовкой подделать алюминиевой шпаклевкой подвести форму и загрунтовать после чего покрасить это будет совсем не видно и на диске мы будем наносить эпоксидный грунт сегодня мы используем фирму хамелеон польская фирма подклад эпоксидный пять к одному к нему идет отвердитель для эпоксида можно конечно же использовать линейку пять частей на одну часть отвердителя примерно сейчас наконец-то усядется ну есть чуть меньше фирма и сейчас добавляем отвердитель и еще добавим немножко шестьсот сорок седьмого растворителя заранее перед тем как размешивать грунт приготовьте пистолет чтобы она была чистая суп чистая верхушка подготовьте компрессор и фильтра дальше перед тем как заливать пистолет будем использовать 3м фильтра 190 микрон дальше будем использовать 646 растворитель обезжиривающие салфетки одну мокрую одну сухую почему 646 потому что он может еще снять все остатки краски которые могли остаться и старайтесь протирать насухо чтобы не осталось никакой влаги также тщательно с другой стороны аккуратно подлезьте где возможно высушите насухо смотрите чтобы там не было никакой пыли и никаких остатков старой краски грунта открываем подачу воздуха небольшую факел на серединку между самым широким и точкой и милленно открываем подачу ну вот примерно так вот можно наносить с внутренней стороны чуть-чуть поставим лужи факел еще можно лужи еще можно лужи чтобы точно можно было красить все внутренние части так вот с каждой ну и само обувь ну и само обувь и вот как только грунт стал матовым можно наносить второй слой после того как ваши диски подсохли и уже довольно таки твердые на ощупь я им дал высохнуть часов двенадцать точно довольно таки жарком рядом с печкой почти на печке грунт очень хорошо засох лицевую часть я думаю лучше будет выровнять некоторые всякие нюансы потому что акрил тоже может проявить всякие неровности и песчиночки на грунте поэтому лучше взять шкурку п 600 чистую мульную водичку замочить извините что я говорю шкурку наждачную бумагу замочить ее в воде минут три хотя бы тогда она становится более эластичной и не так сильно царапает сам абразив ну вот для наглядности чтобы вы знали насколько долго и глубоко вам надо обрабатывать поверхность я обработал половину диска но без сравнения можете посмотреть как выглядит обработанная поверхность и вот еще не обработанная поверхность здесь должно быть все ровненько и матово сейчас пока шкурил эти диски сам себе задал вопрос зачем их шкурить почему просто не обезжирить и не задуть краской я думаю что не стоит так делать только по тому поводу что представьте что если у вас остался апельсин грунта и вы нанесете допустим краску и лак сверху если у нас лаком либо акрилую краску она со временем сядет на апельсин который был на грунте и плюс тот апельсин который имелся на самой краске короче все это будет выглядеть очень ужасно не советую всегда вы шкуриваете все вровень по возможности старайтесь все выводить до очень мелких нюансов чем более педантичными вы будете к своему труду тем больше будет вам служить ваша же работа ну вот мы можем приступать к размешиванию краски будет такого цвета вот у нас диски и вот обвес который мы расставили тоже будет этого же цвета и вот тут можно видеть сам номер краски также сколько здесь намешано 200 миллиграмм плюс растворитель то есть получается рабочая смесь сразу здесь добавлять сюда уже ничего не надо именно по растворитель то есть акриловой краски это акриловая краска идет отдельно отвердитель по-русски отвердитель 100 грамм то есть получается у нас 200 грамм плюс процентов 10-15 растворителя уже как бы нам по весам сам продавец взвесил все размешал я обычно предпочитаю размешивать в чистых таких вот баночках так скажем обрезанных из бутылок и почему не сразу заливаю все вот именно отвердитель в банку потому что с акриловыми красками такая беда если вы залили отвердитель она твердевая если вы хотите потом что-то подкрасить через пару часиков уже ничего не получится поэтому мы отливаем сюда ровную пропорцию и оставляем немножечко хотя бы грамм может 50 и немножко отвердителя на всякий случай если где-то что-то надо может быть подработать кисточкой или еще раз подгудть лишний слой всегда следить в акриловых красках за тем чтобы не было оседаний на стенках разного цвета и на дне я бы по возможности уже сболтал но видно что с края осталась яркая желтая краска поэтому главное всегда тщательно у меня только понятно остается да это и Все, сейчас надо будет эту жительность размешать и залить пистолетом. Вот наш получившийся цвет. Я просил апельсиновый цвет. Я думаю, это довольно-таки апельсиновый. Будем использовать ремостный фильтр 190 микрон. Сильно складывать его в аккуратную круглую форму, чтобы он не катался по бутылке. Вот так. Проверяйте на просвет вот эту вот дырочку в пистолете. Для того, чтобы не создавалось никакого вакуума в этой камере. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, пистолет готов. Идем готовить диски. Ну вот, наш диск готов. Обезжирен. И можно начинать наносить. Значка. Замыто выручился. Замыто выручил. Замыто выручил. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как диск уже подсох, ставим подачу краску поменьше. Подача воздуха чуть побольше. Начинаем аккуратненько напылять чуть больше краски. Слом его видно. Для того, чтобы акрил на дисках держался лучше и был крепче, я немножко размешал лак в ту же баночку, где был сам акрил. И сейчас мы нанесем еще один слой лака на них. Наконец-то наши диски подсохли. Выглядят они очень красиво и привлекательно. Выглядит как карамелька, которая хочется скушить. Лак на акриле, конечно же, придает блеска, прочности. И вот в тени диски имеют такой вот оранжевый оттенок. А если вот вынести как бы на солнечный свет, то они имеют такой очень яркий желтый апельсиновый оттенок. Ну вот так вот. И еще раз посмотрим в тени. В тени они оранжевые и на солнышке они у нас ярко-желтые. Я надеюсь, вам тоже, друзья мои, понравилось, как выглядят наши диски. Все-таки в это ушло много сил, много труда, но вид очень изумительный. Если вы поняли, как вы можете обращаться со своими дисками и как вы можете их отремонтировать в своем гараже, ставьте лайки. Если вы что-то не поняли или я что-то пропустил, пишите в комментариях вопросы. Подписывайтесь обязательно. Желаю всем удачи. Пока.